Погружение в реальность сентября в российских школах начнут преподавать семьеведение. На этом курсе ученикам расскажут о важности создания семьи. Однако те, кто будут это делать, сомневаются, что за полтора-два месяца успеют подготовиться. Как реализуют проект и что в нем будет, расскажет Кирилл Комаровских. Кирилл, что такое семьеведение? Семьеведение – это 34-часовой внеурочный курс. Его суть, цитата, «распространение среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи». Наташа, как ты думаешь, кто должен вести этот предмет? Допустим, есть учитель географии, он географ. А вот в этом случае? Сложно сказать, пока до конца непонятно, кто займется, кто возьмется за семьеведение. Скорее всего, мы предположили с нашим спикером, что это должен быть семьевед. Человек, который ведает, видимо, семьей. Но не совсем понятно, кто сможет взять на себя эти функции. А кто будет вести? Потому что учителя у нас все предметники. У нас нет никаких семьеведов здесь, ученых. И так может получиться, что вести этот предмет. У нас Вилана потом вспоминала со смехом женщина, у которой своей семьи не было. То есть она одна жила, да? Вот она вела основы семейной жизни. И она смеет. Вот говорит, никто больше не брал, и директор меня заставил. Эксперт отмечает, что учителя сейчас и так очень сильно загружены. И в школах дефицит кадров. А если, например, учителей найдут, успеют ли их подготовить? Но в этом тоже есть такие серьезные сомнения. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луковицкий считает, что подготовить учителей за два месяца фактически невозможно. Учителей готовят пять лет, иногда шесть, для того, чтобы учить детей, например, географию. Почему кто-то думает, что какому-то новому предмету какие-то учителя вдруг начнут учиться за даже один месяц? Кирилл, а что по поводу семьеведения думают родители учеников? Ну, у них считывается явный скепсис. Они не верят в то, что это такая, скажем так, инициатива, которая будет внедрена и будет полезна для детей. Конечно, вопрос семьи сейчас как бы стоит действительно важный и актуальный. И на самом деле поднимать имидж семьи надо. Но я очень сильно сомневаюсь, что курс семьеведения в школах в размере 34 часов в год как-то спасет эту ситуацию. Эксперты настроены не очень позитивно, но есть ли хоть кто-то, кто поддерживает эту идею? Да, психолог. Она считает, что подрастающему поколению стоит прививать правильные ценности, а также нужно избавиться от каких-то старых установок. И многие семьи, правда, приходят с установками, которые уже отжили свое, например, что любовь — это когда, ну там, бьют, значит, любят. И как раз-таки я думаю, что вот такие вот семейные, ну, семьеведение, да, такой курс, он бы мог как раз-таки помочь сформировать какие-то такие положительные установки про то, что не то, как в семье, допустим, есть у ребенка, да, сейчас, это вот образец для подражания, да, что может быть как-то и по-другому. В итоге программы внеурочного курса «Семьеведение» предварительно будут готовы уже в июле, а начало преподавания запланировано на сентябрь текущего года. Будем следить. Спасибо, Кирилл. Мы продолжаем.